Алфавит садовода. Алоэ домашний доктор. Все культурные виды алоэ прекрасно подходят для озеленения квартиры. Их можно также использовать в детских комнатах. Лекарственные свойства. Алоэ повышает иммунитет, улучшает аппетит и пищеварение, оказывает желчегодное, слабительное действие. На основе сока алоэ создано много лекарственных препаратов, а также косметических кремов, гелей и бальзамов для кожи. В рецептах современной народной медицины рекомендуют получать сок из листьев растения алоэ древовидного, срезанных обязательно осенью или зимой. Перед срезанием растения не нужно поливать примерно две недели. Уход за алоэ. Освещенность. Алоэ растение светолюбивое, предпочитает южные окна, но не пропадает и в тени. В темных комнатах алоэ вытягивается и становится бледным. Полив. Летом поливать алоэ нужно умеренно, зимой совсем редко, водой комнатной температуры или на несколько градусов теплее. При недостатке полива листья становятся тонкими и содержат мало сока. Размножение. Алоэ размножать несложно. Можно это делать прикорневыми побегами, верхушечными и стеблевыми черенками, а также семенами. После заготовки черенков их необходимо слегка подсушить. Можно несколько часов или даже один-два дня. Несколько интересных фактов. Полезно иногда устраивать теплый душ для очистки листьев алоэ. Летом температура должна быть умеренной, а зимой прохладной. Удобрять алоэ достаточно один раз в месяц, весной и летом, слабым раствором минерального удобрения для кактусов. Молодые алоэ пересаживают ежегодно, взрослые через 2-3 года по необходимости. Горшки им нужны глубокие и обязательно нужен дренаж. С вами был Хитсад ТВ, алфавит седовода.